Абсолютно прямой. То есть даже наша физиология за последние несколько веков она изменилась. Ложь на лжи ложью погоняет. Что мы должны, например, так одеваться, как мы одеваемся. Специально стали производить масса выпуски одежды, чтобы мы, нося один и тот же размерный ряд, проживали одну и ту же жизнь. Ну, потому что если ты индивидуально подобрал себе одеяние, у тебя индивидуальная жизнь. Если ты это где-то купил, то ты такой же, как и тот миллионный человек, который тоже так же купил, как и ты эту вещь. То есть те же самые квартиры, да, это вообще не по нашим мерам. Это вообще никак. То есть вся наша жизнь – это иллюзия и обман. И когда я стала в этом разбираться, за одну ниточку потянешь, и целый ворох вылазит. Ты понимаешь, что жизнь сходится не к этим двум целям, а многие спрашивают, в чём смысл жизни. И когда я поняла, что смысл жизни в том, чтобы жить, вот ты просто живёшь. Причём это же процессуальная жизнь бессмертия, то есть процессуальная цель. Ты не знаешь, достиг ты её или нет, ты просто живёшь. Ты понимаешь, что ну вот, ну хорошо, пусть будет так. Я сегодня живу, мне 600 лет, завтра будет 601, да. Я не знаю, вечно у меня жизнь или нет, но условно я уже в этом процессе. И это норма. А все остальные достижения, там, детки, квартиры, холодильники, машины, мужья, это всё там просто цели, да, ну просто объекты, которые есть в твоей жизни, и они гармонично в неё встраиваются. И вы в совокупности, в любови, там, в приятии идёте рука об руку всю вашу вечную жизнь. Я просто поняла, что смыслы вот эти дополнительные, целевые, они приходят постепенно. То есть это не то, что нам навязали. То есть то, что есть, это какая-то болванка. Вот есть, помните, есть такая вещь-болванка, на которую сапожок надевали и вот делали по... Это болванка, это некий такой рзац, который нам подсунули и сказали, что это норма. Когда нам говорят, что вот, значит, я не поверю в инопланетянина, пока ты мне его там не покажешь, да, вот за ручку не приведёшь. Я всегда улыбаюсь, да я думаю, что даже если я приведу и даже если я за ушко схвачу его, притащу, то особо люди не поверят. Но расскажу не только о том, что я узнала, а о собственном опыте общения с товарищами, которые также живут на внутренней земле. Может быть, такого на общую такую аудиторию говорить им нельзя, но нужно у людей убирать иллюзию, что мы едины во Вселенной, что мы такие прямо уникальные одни, потому что как только мы объявляем, что мы одни-одинёжники, что равных нам нет, это значит всё. Это разумность. На разумности можно большой крест такой поставить, жирный, причём на очень многие поколения. Потому что если нет разумности, значит, мы питательный груз. Почему сейчас смотрят, например, на каких-то насекомых или на животных и же используют, как хотят? Ну, условно, есть, конечно, красные книги, какие-то виды, которые особо трогать нельзя, потому что они просто вымрут. А так в целом берут и используют. Мы для космоса, если мы не говорим о своей разумности, о своём поведении, о своём мировоззрении, то мы для них питательный груз. Для большинства паразитических цивилизаций. Да, есть там цивилизации из звезды Лебедя, у которых есть тоже энергокомпьютер, такой же, как у нас Логос. Я ещё о Логосе скажу, раз мы говорим о мироздании, говорим о том, как всё устроено. То, конечно, сейчас их энергокомпьютер, он управляет вселенными. Это было право раньше за нами. Но поскольку у нас сейчас всё выключено и ничего не работает толком, Логос работает только как Солнце в центре Земли и освещает внутренним жителям, вернее, жителям внутренней части Земли, как Солнце, как обычное Солнце, вот наша звезда. Вот, соответственно, надо возвращаться. Надо возвращаться к себе и понимать, что, во-первых, мы не одни на планете. Если говорить о самой планете, она геоид. То есть она слегка сплющена. И там, где у нас поле северное и южное, у нас есть вход. Соответственно, внутренняя Земля есть. Тоже полость. И в центре есть Логос. Логос, он был энергокомпьютером, который мог управляться землянами, акупунктурными точками, которые у нас есть на теле. Вот сейчас у нас вообще про акупунтуру ни сном, ни духом. Да, сейчас современная медицина якобы там что-то рассказывает. Она говорит, что существует что-то там. А что существует, вообще они не понимают. То есть есть иглоукалывание, ну просто вот есть точечка, которая якобы ведет к реакции в организме определенной. А что дополнительно запускает эта точка? Почему вообще она так, включение-то появилось? Откуда она взялась? То есть на каком вообще, на каком уровне появились эти энергозоны, которые почему-то, грубо говоря, на пятки там нажал точку, печень включилась, стала гепарину уделять. Там здесь там яремную ямку, да, там нажал, вернее, межброви или яремную ямку, там щитовидка заработал. А почему там? Почему есть некие параллели в организме? Об этом никто не говорит, да? Дело в том, что человек – это ключ. Человек – это ключ к воздействию на всю нашу Вселенную. То есть у нас, смотрите, у нас есть два круга кровообращения, соответственно, есть венозная и артериальная. Смотрите, венозная и артериальная. Получается, есть верх, есть низ. Есть мужчина, есть женщина. У нас вот эта двунаправленность, она существует. И получается, что есть тот объект, которым надо управлять, и есть мы, мы ключ. То есть, получается, Вселенная может нами управлять, но через потоки, через энергии. И мы можем управлять Вселенной через эти же потоки, только понимая, что должен быть механизм, определенное управление. Эти механизмы – это наши точки акупунктуры. И когда мы начинаем просыпаться и понимать, что же это такое, то есть как работает та или иная система, мы сразу включаемся. Мы понимаем, для чего мы здесь. Мы не питательный груз, мы разумные существа, которые способны по образу и своему подобию создавать много чего. Целой Вселенной создавать, потому что мы в себе что-то соображаем. Помимо холодильника, квартиры, еще чего-то, что нам навязали. Так вот, получается, что земля геоидсов, есть входы, соответственно, северный и южный полис, и внутренняя полая часть, которая там есть, она заселена. Одни из представителей, там семь государств, одно из них Агарта. В принципе, спокойно представители выходят на связь, но для этого надо немножко в себя прийти, и понимать, что мы не едины во Вселенной, что мы абсолютно адекватные, нормальные, и что с нами вообще можно вести разговоры. То есть, вот смотрите, когда у нас детки маленькие, что мы с ними делаем? Сюськаемся, путикаемся? Ну, как бы вот покормили, попку подмыли, и уже считаем, что это хорошо. Чем старше ребенок, тем больше идей, мыслей, контактов с ним появляется. Больше и больше мы его начинаем чему-то учить. Так вот, чтобы с нами не разговаривали, как с годовалыми, ничего не соображающими, нужно начинать хотя бы открываться и говорить миру, что мы готовы к этому контакту, что мы разумные, что да, мы, может быть, что-то не знаем и не умеем, но мы готовы этому научиться. Потому что товарищи, которые у нас живут, собственно, на полой и внутренней части Земли, им на нас, ну, грубо говоря, все равно, потому что мы от них отпочковались, мы перестали следовать определенному чувству самосохранению, вы посмотрите, то войны, то катаклизм, мы сорганизуем какое-то там оружие, придумываем все, то ядерное, то еще, там, Бог знает что. Они на нас смотрят, и они думают, ну вот, началось, то есть очередное кровопролитие, еще там что-то. То есть это первый показатель отсутствия разумности. Это акцепитальный рост, это рост, который не прекращается никогда. У нас почему он прекращается? Потому что клетка загаживается. Вот у нас маленький ребенок, если посмотреть, эти клеточки очень маленькие, их в микроскоп еле-еле увидишь. А наши клетки можно невооруженным глазом увидеть, то есть она пухлая становится. Это почему? Потому что все, что она из себя выбрасывает, она обратно загладывает. У нас же организм не чистится, никто чистками не занимается. И вот если вибрационные гимнастики делать, если делать гимнастики по выдавливанию в лимфу, то есть есть такие за счет напряжения гимнастики, напряжение и расслабление, напряжение и расслабление на разные части тела, соответственно, с правильными поклонами, чтобы зажимать определенные органы, чтобы, например, желчи там выделить и так далее. Но не буду долго на этом акцентировать, но есть техники, которые помогают почистить межклеточное и внутриклеточное пространство. Соответственно, клеточки сохраняют свой нормальный вид, потому что если очень много гадостей внутри, она не разделится. То есть у нее нет возможности, она будет пухлая. Это как человек, который корпускулентен, то есть он набрал очень много веса, и его предупреждают, что если ты будешь рожать, у тебя будут проблемы. То есть лучше через кесарево. А кесарево тоже свои проблемы. То есть, грубо говоря, начинают возникать... У нас везде аналогия. Что в большом, то и в малом. То есть что вверху, то и внизу. Поэтому если посмотреть по физиологии, вот нас, если вес какой-то определенный, условно, то уже сложнее родов проходит. Поэтому здесь та же самая песня. Если чистить клетки, они у нас будут делиться бесконечное количество, будут идти обновления, и мы будем расти. Расти и сохранять тот самый акцепитальный, желательный рост. То есть у них годы и рост, они как бы имеют прямую закономерность друг от друга, зависимость. А у нас нет. На сто лет еще и уседает позвоночник, начинаются компрессии, всякие разные грыжи. То есть у нас человек в сто лет это уже дряхлый старичочек, который уже, собственно, возможно, даже не в себе в большинстве случаев. То есть не в своем нормальном, адекватном состоянии. Поэтому, конечно, здесь та жизнедеятельность, которая есть у них, позволяет им быть, во-первых, статными, красивыми, высокими. Они все... Красота ведь это что такое? Это пропорции. Это не размалеванность, это не какие-то современные моды, когда все надуто, все раздуто, и все непонятно как. Это не красота. Красота это пропорция. Как отличить красивого с некрасивого человека? Как мы это видим? Мы не понимаем. Но если измерить параметры внешности, там отношение, грубо говоря, расстояние между зрачком, оно должно там укладываться в длине там какого-то параметра на лице. Это чисто визуальное восприятие, красоты, которую в нас заложено, гармоничное по праву рождения. И вот у них пропорциональное тело, очень красивое. Они, во-первых, у них возраст, там, условно, женщина там в 30, и в 130, они абсолютно неотличимы друг от друга. То есть возраст там никак не поймешь по ним абсолютно. Все подтянутые, красивые. Естественно, они все разговаривают, то, что сейчас называется телепатия, на самом деле это казание, то есть это передача образа от слова каза. Каза это мера, которая у нас есть между зрачками. То есть получается, что у нас этого всего нет. Нам связали казание с телепатией. Теле это передача, апатия это болезнь. То есть нам нормальное явление, врожденное по праву рождения, дар, да, наш, связали с болезнью. Потому что то, что называешь болезнью, это надо лечить. А если лечить, значит, это болезнь, которая должна уйти. И эту болезнь века нам быстренько вытравили, например, там, посленым, да, тем же солонином, потому что солонин, он еще дополнительно убивает память прошлой жизни. Если детей не кормить посленными продуктами, там, картошкой, помидорами, томатами, вот этим всем, там, то у них будет сохраняться с детства память и прошлой жизни, и этой жизни, даже если через роды они прошли так, что они не помнят прошлой жизни. Но на факт это так. То есть, когда встречаешь там людей, которые давно про посленного и знают, а есть такие источники, да, они как-то в теме были, детки у них очень сильно отличаются от сверстников. Во-первых, они не по возрасту разумные, во-вторых, у них очень красивая физиология. То есть, у них нет отклонений по физиологии, что любой зажим психоэмоциональный, он на физике отражается. У нас же сейчас отрицательные эмоции есть. Мы знаем, что такое боль, страх, опасность, да, или, например, горечь, каких-то неудач. Мы все это знаем. А чем больше эмоций отрицательных мы знаем, которых не было у нас и нет у параллельных цивилизаций, да, тех, которые живут внутри Земли, то, соответственно, у нас идет по-другому тело. Оно у нас другое, оно все в зажимах. То есть, здесь ключевой такой момент, который нужно понимать. Вот почему эта красота. Потому что культура другая. Она зиждется не на том, что у нас быстрее успеете схватить что-то, добежать, урвать у кого-то что-то, и, собственно, в 70 лет состариться и помирить. А там все по-другому, там цели другие. И там мы...